В 1941 году мне исполнилось 15 лет. Как только началась война, мы, пацаны, пошли в колхоз работать. Я лично не раз трудился на так называемом соломокопнителе. Началась война. Отец мой, 93-го года рождения, поэтому он участвовал в войне еще империалистической. Бельгийцы говорят, как он высказался, помню хорошо, что они хорошие вояки, и немцам дадут отпор. Но, увы, не получилось. В 1941 году взяли немцы Ростов. И мы, пацаны, участвовали в том, чтобы рыть окопы противотанковые рвы вдоль Дона. В основном, кто был? Женщины и детвора. Копали. Почему? Потому что сначала, с первых дней войны в школах вели всю обучь. И мальчишек всех мобилизовали на это дело. Должно будет сказать, что наши труды не пропали даром. Здесь нас прибрали в армию. Сначала 42-й стрелковый полк. Ну, этот полк быстро его расформировали и в запасной перевели. Повезли в Ярославль. Хотели из нас сделать моряков. Профинтерн. То, которое закончил Калинин училище. И нас всех там забраковали. Потому что, первое, все худосочные были. Приехали, нас привезли опять в Сталинград на станцию Прудбой. Такая станция есть. Бросили нас. Куда делись офицеры? Не знаю я. Я попал в 69-й полк. Это ад кромешный там у нас был. Кормежка была. Значит, в столовую идем, чтобы получить так называемый суп из мерзлой картошки. Несоленый причем. И кусок хлеба. Придя назад, землянки наши, мы сразу над печкой трусили в шею. Страшно было. Попал я потом в город Кировобад. Это уже был 42-й год. Это был батальон аэродромного обслуживания. В конце года нас перебрасывают на фронт. Были бои за Варшаву. Остановились в Праге. Как раз Варшава горела. У немцев была такая политика. Если наш аэродром стоял где-то в районе небольших лесов, а там много лесов было, зелени, немцы, пролетая на самолетах ночью, сбрасывали, как мы их называли, бабочки-бомбы. Что это такое? Это значит, небольшая бомбочка подвешивалась, где-то она полкилограмма или килограмм, и на вертушке. А вертушка была как бабочка. Немцы ставили таким образом, чтобы бомбочка эта висела. И достаточно только ее как-то взять, коснуться ее. Она взрывалась, ну и, естественно, и очень много техников погибало. Ну, значит, нужно было эти бомбочки уничтожать. Что мы и делали. В ночь на 9 мая я был дежурным по роте. Где-то часа 3 или около этого ночи вышел на улицу, слышу, самолет летит, немецкий, по звуку. Ага, у-у-у, заработали наши зенитки. Я поднимаю ротоподъем в ружье. Всех поднял. Через несколько минут. Ребята, победа! Ну, что тут было, вы понимаете уже, да? Он бегает, кричит, не стрелять. Это какой там это? Изо всего у кого что было. И пистолеты, и автоматы, и винтовки. Все это ба-ба-ба-ба-ба. Ну, победа есть победа. Субтитры создавал DimaTorzok